Здравствуйте. Правительство предрекает скорый конец экономического кризиса. Во всяком случае, об этом заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. По прогнозам министерства, если еще в этом году спад ВВП составит 3%, то уже в следующем экономика вырастет сразу на 2,3%. А в дальнейшем рост вообще может составить до 4% в год. И весь этот оптимизм не вызван ожиданием роста цен на нефть на докризисные уровни. Ее цена, по прогнозу мэр, вырастет к 2018 году только до 80 долларов за баррель. Да и отток капитала снизится в ближайшие годы только до 50 миллиардов долларов в год. Так на чем же основан такой оптимизм министра? Может есть какой-то секретный план правительства по резкому увеличению темпов экономического роста? Ведь те антикризисные меры, объявленные ранее, особого оптимизма по скорому выходу экономики на траекторию бурного роста не внушали? Может скоро мы об этом плане все узнаем? А пока позволю себе усомниться, что задача по выводу российской экономики на темпы роста выше среднемировых, а это примерно 3,5% годовых, будет выполнена. И вот почему. Самая главная причина, похоже, что правительство не намерено менять прошлую экономическую политику, которая начала давать сбой еще в 2012-м и к концу 2013-го привела практически к спаду в экономике. Во всяком случае, к резкому замедлению во многих отраслях промышленности. Напомню, что в это время отсутствовали санкции со стороны Запада, да и цены на нефть были в два раза выше. В стране был бум потреб кредитования, а темпы роста экономики, тем не менее, неумолимо снижались. Причина была очевидна. Наша модель экономического роста, основанного на постоянном росте сырьевых цен, себя уже исчерпала. Ну а внешние шоки в виде отсутствия доступа к зарубежным кредитам и резкое падение цен на нефть привели к тем проблемам, которые мы сейчас имеем. Нужно сказать, что многие ожидали больших проблем в экономике, чем они есть на сегодняшний день. Видимо, это обстоятельство дало правительству надежду. Старые методы стимулирования работают. Прежде всего, резкая девальвация национальной валюты и финансовая помощь крупным компаниям. Так мы делали в прошлый кризис 2008 года. Тогда помогло. Возможно, и сейчас поможет. Вряд ли. Природа нынешних проблем в нашей экономике совсем другая. Эта тема требует отдельного разговора. Но вкратце ситуация такова. Наши собственные структурные проблемы в экономике усиливаются целенаправленным негативным воздействием наших геополитических соперников. Проще говоря, против нас развязана настоящая экономическая война. А мы ведем себя в экономике так, как будто над нами солнечное небо. Так небольшие тучки набежали в виде запрета к внешнему финансированию и спекуляций на рынке нефти. Ведь скоро это пройдет. Трейдеры одумаются и будут покупать нефть. Санкции каким-то чудесным образом отменят. Даже если это произойдет, ничего это принципиально в нашей экономике не изменит. Темпы роста будут оставаться низкими. Реальные доходы нас с вами расти не будут. Да и экономическое и политическое давление со стороны Запада на самом деле не прекратится. А значит и дальше при существующей экономической политике наша экономика будет задыхаться без денег и инвестиций, посаженные на голодный паек. Конечно, сейчас еще действует эффект ослабления рубля и процесс импортозамещения. В некоторых отраслях промышленности в начале года даже было небольшое оживление. Но эти факторы не смогут долго действовать в отсутствии необходимого инвестиционного ресурса. За счет чего же тогда экономический спад этого года по прогнозам Министерства экономического развития вдруг в следующем году сменится неплохим ростом? Я думаю, в лучшем случае в таких условиях наша экономика будет держаться на плаву. Где же выход? Нужно менять всю экономическую политику, изменить всю структуру нашей экономики и подготовить ее к переходу на новый технологический уклад. Он сейчас на наших глазах формируется в мире. А для этого нужно прежде всего решить главную задачу. Создание собственного инвестиционного ресурса на базе не доллара, а рубля. Проще говоря, создать собственный эмиссионный центр. Это можно будет сделать, только изменив всю денежно-кредитную политику. Провести дедолларизацию, повысить монетизацию экономики, изменить валютное регулирование. Без национального рубля у нас не будет высокоразвитой экономики. Спасибо.